В конце часов 4 минуты московское время. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Сияющая Александра Хайрулина. Роман Шахов, друзья, и мы вам обещаем, что после этого часа текущего мы с вами станем все еще краше, еще сияющее и привлекательнее, потому что у нас в гостях под ваши аплодисменты Алена Богатова. Здравствуйте, друзья! Преподаватель психологии, тренер по фитнесу, психолог, эксперт по кориции возрастных изменений, человек, который знает абсолютно все о естественном омоложении за 20 минут в день. Алена, здравствуйте! Здравствуйте! Долго мы вас ждали! И, наконец, спасибо огромное! Знаете, мы уже так с Романом, в общем, надо сказать... Я уже постареть успел, да? Да, сейчас будет управлять ситуацию. Ну, сначала, конечно, расскажем, друзья, что прям подробно-подробно окунуться в эту тему вы сможете 25 августа в образовательном центре Сити-класс, где у Алены будет мастер-класс. Ален, сколько он длится? Ну, вообще, мастер-класс стандартно длится около трех часов. Мы за это время успеваем и обговорить все аспекты, и попрактиковаться, и что-то записать. И девчонки для себя выносят очень много-много полезного, поэтому с радостью приглашаю, с радостью идут. Все-таки речь идет именно о женщинах, о девушках, да? Мужчины, они вхожи на этот мастер-класс. Ну, дело все в том, что... Омолаживаться хочется всем. Нет, омолаживаться хочется всем. Когда мужчины начинают заниматься, они занимаются... Их вообще не остановишь. Их не остановишь. Результат у них сногсшибательный. Но дело все в том, что в одном помещении мальчики и девочки стесняются, потому что, ну, это достаточно смешно. Гимнастика для лица она мимичная очень, поэтому, ну, смешным никому казаться не хочется, поэтому девчонки, мальчишки отдельно. Мальчиков гораздо меньше. Я обычно занимаюсь с ними индивидуально. Ага, вот какая история. Ну, и кроме всего прочего, а здесь же еще дело касается все-таки физиологии женской и так далее. Да, есть свои нюансы, есть свои маленькие секреты, поэтому мы с девочками все всегда обсуждаем, очень откровенно. Итак, ну что же себя включают эти самые секреты? Хотя бы намекните. Элипсиры вы учите варить волшебные или рассказываете о диетах. Чистый кислород. Сейчас расскажу. Вообще мастер-класс называется «Ведьмина красота». И я всегда спрашиваю, говорю, зачем пришли девчонки? Для того, чтобы мне максимально дать вам пользу. Вы, пожалуйста, мне дайте сейчас сразу обратную связь, чего вы ждете. Сформулируйте вот этот запрос, да, самую проблему? Да, ну, вот такое вот название «Ведьмина красота». Чертовщинку какую-нибудь покажите. У вас есть крема за зелу? И вы тут на метле. Ну, есть обычно такие маленькие приемчики, которые сразу раз и личико подтягиваются. Это знают массажисты, это знают косметологи. Такие тайны есть, есть приемчики. И сразу я говорю, девочки, так, чтобы вы убедились, что это работает, поднимаем быстренько, посмотрите друг на друга, сработало, сработало, да, все, занимаемся. Все, а вы уже расположили, они ваши. Теперь вы говорите все, что хотите. Ну, и что же это за секреты? Это, ну, как мы уже поняли, массаж лица. Гимнастика, да? Да, какие-то основы. То, что происходит у нас с кожей, то, что происходит у нас с вами на лице, это уже, скажем, последняя стадия того, что происходит внутри. Да, индикатор того, что происходит внутри. И поэтому следите за собой внимательно. Мы учимся слушать свое тело. Понятно, что в рамках трех часов мы показываем путь, мы показываем направление. Да, учимся слушать не все тело, а какие-то органы только. Вы знаете, у нас сейчас есть что послушать. Это красота неземная. Да, друзья, мы продолжим общаться с нашей гостьей. Обязательно будьте поблизости. Кстати, вдруг у вас есть какие-то вопросы. Ватсап и вайбер 909-928-189, пишите и постараемся на них ответить. Друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна ФМ». У нас сегодня Алена Богатова. Да, друзья, если вы хотите все-таки омолодиться как следует, причем без уколов, классических операций, даже без дорогой косметики, слушайте сейчас внимательно нашу беседу с Аленой. Ну и самое главное, отправляйтесь 25 августа в образовательный центр «Сити-класс» на мастер-класс Алены «Ведьмина красота. Секреты естественного омоложения» за 20 минут в день. Как вы только что узнали во время озвучения песни Владимира Преснякова, на мастер-классы к Алене приходят девочки от 24 лет уже. Да, да. Бегут, и что же там за проблема в 24 года? Даже жалуются пациенты. Дело все в том, что сейчас очень популярен термин «приомоложение». И, понятно, традиционная косметология имеет в виду, что девчонки, как только появились первые признаки, вам пора переходить на уколы, вам пора подпитывать кожу. Мы предлагаем свое приомоложение естественными методами. То есть это движение, это эксклюзивные массажные техники, упражнения, дыхательные практики, энергетические практики. Все в комплексе. Это то, что позволит отодвинуть как можно дальше возрастные изменения. И, скажем, девочки, которые начинают в юности этим заниматься, конечно... Дольше сохраняются, да? Алену, а вот, скажем так, крайне старший предел какой существует среди ваших клиентов? А, 75, вот так вот, да. В принципе, они очень дисциплинированные. Выполняют все четко. Выполняют все четко, потому что они неистово хотят нравиться, влюбляться, быть в паре, а не в поиске в активном. И вот этот вот, как бы, третий акт жизни у них очень наполненный получается, поэтому... Что такое эстетик йога, расскажите. Вообще, как бы, направлений по лицу их много, но, по сути дела, все равно игра термина. Да, фейсбилдинг, фейслифтинг, фейсформинг, эстетик йога. Часть идет из йоговских практик, это эстетик йога, да? То есть то, что у нас создает эстетику лица, эстетику шеи, зоны декольте и так далее. Но вообще, на самом деле, вот с моей точки зрения, опять же, красота – это выражение здоровья. И то, что мы имеем результат на лице, это, опять же, вишенка на торте, потому что вся вот эта вот красота, одна четвертая мышца всего тела, она обслуживает мозг. И когда мы начинаем заниматься гимнастикой для лица, ускоряются мыслительные процессы, улучшается память и увеличивается выработка серотонина. То есть первое, что девчонки отмечают, это хочется делать все. Вот можно объять меня. Это энергия приводит. Это энергия, да. С чего начать? Ну и, конечно, да, мы сейчас уже ждем от вас, ну, хотя бы одно какое-то упражнение, чтобы мозг заработал хотя бы для начала, а потом уже все. Вообще, на самом деле, если говорить о теле в целом, то как бы все это выстраивать надо, начинается с осанки, начинается с шеи, потому что у нас у всех шея страдает. Но давайте все-таки начнем с лица. У меня есть комплекс, он очень показательный, он очень… я его называю алфавит, очень хороший результат дает нижняя средняя треть личика, которые считаются традиционно проблемными. Гласные звуки нашего алфавита мы поэтапно произносим, и получается, что прорабатываются мышцы все веером снизу лица до вот большой скуловой мышцы. Кто бы мог подумать, что наш алфавит такой лечебный. Лечебный, абсолютно. Омолаживающий. Нужно только пополнять технику. Ну что, мы попробуем или… Значит, основной нюанс. Рот приоткрыт, и губки необходимо завернуть за зубки. Вот сейчас я буду смешная, конечно. Ох, ну ладно. И уголки губ необходимо прижать к задним зубам. Как? Да. Это позволяет максимально натянуть лицо, чтобы не создавались лишние морщинки. И мы начинаем со звука «Ы». Мы сначала дотягиваем мышцы, посылаем импульс «Ы». И потом кратко, как вот прям иголочка, произносим «Ы». 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 Ой, лишь бы у нас видеооператор не посидел. Мы будем на рекламу срочно. Но просим вас, друзья, не расходиться. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна ФМ». Алена Богатова сегодня у нас в гостях, и мы узнаем, как же стать красивыми, как же стать настоящими. Да, ну и говорим, конечно, о мастер-классе, который носит название «Ведьмина красота. Секреты естественного омоложения за 20 минут в день». А почему же все-таки ведьмина красота? Алена, ведь наверняка сейчас многие, даже мне кажется, представители своих телевизоров от приемников немножко отстранены, сказали, фу, чертовщина какая. Ну, на самом деле, слово «ведьма», оно обозначает ведущую мать. Да. То есть это говорит о том, что женщина в возрасте ведущей матери, то есть достаточно мудрая, достаточно взрослая, но выглядит она замечательно, как юная девушка. И поэтому это сродни некоему волшебству, но в то же время это просто знания, которыми она располагает и использует их себе на благо. О чем вы еще рассказываете? Вот мы уже немножечко проговорили про мышцы лица, про очень важные, от которых зависит и мозг, и так далее, и все остальное. О чем еще ведете беседу? Питание. Об этом говорите или нет? Питание обязательно, о питании говорим. Вообще говорим о том, что нужно учить анатомию. Это очень интересно, это очень важно. Чего начать? Купить книгу или где-то видеокурсы? Ходить на полезные мастер-классы, да, читать действительно интересные книги. Сейчас на пике волны остеопатия, там столько полезной информации человек узнает о своем теле. Ну а если говорить о питании, конечно, есть рекомендации, которые каждой девочке нужны. Азы, азы, Алена, да. Что это? Вообще, я, допустим, сторонник того, чтобы человек делал свой выбор сам, да, потому что кто-то гедонист, он знает, что он от каких-то вещей не откажется, кто-то стремится там к вегетарианству, к веганству. У человека должен быть набор инструментов, должен быть выбор. Это понятно, что самый главный горький шоколад, что дальше? Я по себе, да. Рыбий жир. Омега-3, омега-6, омега-9. Обязательно каждое утро капсулы. Обязательно для женщин очень важны жиры для женского организма. Это масла различные, чередовать кунжутное, оливковое, льняное, конопляное. То есть вот по ложечке, это бальзам для кожи. Дезодорированное, рафинированное убираем, да? Абсолютно, абсолютно точно. Это первый холодный отжим. Ищем все самое лучшее, самое полезное. Это то, что можно использовать и снаружи, и изнутри. Ну, а о внутреннем правильном состоянии женщины вы наверняка тоже говорите? Первое, о чем начинаем говорить, это о питьевом режиме. Вот уже просто всем на уши присели с этим питьем воды. Но вопрос не в том, что мы знаем, вопрос в том, что мы делаем. Действительно, питьевой режим должен соблюдаться, вода должна быть хорошего качества. Просто напоминашки себе везде, дома, на работе. Пить, пить воду, пить правильную воду, правильно пить правильную воду. И это не чай, друзья, это вода. Абсолютно. Ни чай, ни кофе, ни суп, ни в коем случае никакие газированные напитки. Это вода, которая соответствует определенным параметрам, у которой правильный пиаш, правильная структура молекулы и так далее. Аленочка, я-то вам задала вопрос про внутренний настрой женщин, с которым, наверняка, вы тоже начинаете. Про психоэмоциональный. Безусловно, мы рассматриваем такую тему. Вообще появился в Америке термин такой, как синдром лица надменной суки. Ну, извините, да. Это отражение психоэмоционального состояния на лице. Американские косметологи предлагают решать это ботоксом. Мы предлагаем это решать. А, иногда он может усугубить, наоборот. Абсолютно, да. Но я так думаю, что вечером в общественном транспорте мы это явление наблюдаем и у мальчиков, и у девочек, к сожалению. Поэтому, конечно, внутренний настрой, он... Это мимические паттерны, которые закладываются, поэтому... В общем, слушать хорошую музыку изначально, да. Мы вас очень попросим, да, нам как-то помочь, хотя бы один советик, как себя правильно настроить. Но сделайте это буквально через три минутки. Мы вернемся, продолжим общаться. Будьте с нами, пожалуйста. Слушай «Страна» и не пропускай. Сегодня у нас в гостях Алена Богатова, преподаватель сети-класса. Да, она знает огромное количество секретов естественного омоложения за 20 минут в день. Аленушка, туда входит гимнастика в эти 20 минут, да, нанесение макияжа? Обязательно. Гимнастика, массажные приемы, нет, макияж оставим, это отдельная история абсолютно. Это массажные приемы, это гимнастика, это контрастные процедуры, это определенные уходы. Ну и, конечно, вот то, о чем мы начали говорить, психоэмоциональный настрой, насколько это важно. Для женщины это вообще невероятно важно, потому что женщина – это источник энергии, да, если женщина… Как это верно. Да, если женщина в плохом настроении ножкой там топнула ухо, завертела все нехорошо. Прячется все живое. Это верно вдвойне. Вот, поэтому, именно поэтому так важно, чтобы у женщины в сутках были свои часы для ритуалов красоты. Вот этот момент, когда она за собой ухаживает, как говорят психологи, как говорят биоэнергетики, она наряжает внутреннюю богиню. Вот она не просто красит ногти или глазки, она украшает внутреннюю богиню. Не мешайте мне. Да, да. Я наряжаю внутреннюю богиню. Поэтому… Запомни. Семья, там, как бы ни было, домашние хлопоты, всегда должно быть время, когда ты одна, когда ты с собой. Если этого времени нету, то развалится все. Поэтому вот этот момент наполнения себя, украшения внутреннего… Сколько, сколько… Так что же это за слова, Рома, подожди. Те ли это слова? Я самая обаятливая и увлекательная. Я королевая. Безусловно. Я лучше всех. Безусловно. Все падают штабелями. А я такая одна. Абсолютно. Но для того, чтобы эти слова ты сама слышала, надо сонастроиться со своим Высшим Я, надо выбросить все из головы. То есть вот тут момент еще такой. Все-таки я за медитацией двумя руками, потому что сначала нужно тишину ума навести. Ох, это самое сложное. Да, прежде чем начать диалог с собой, с Высшим Я, вот этот внутренний богиня и так далее, нужно убрать всех остальных, потому что обычно в голове присутствует… Как научиться медитация, Алёна? Опять же, это отдельная тема. Есть она у вас? Она есть у нас. Она есть в более длинных курсах. И сейчас, соединяем усилия, несколько мастеров начинают работать. Это энергопрактики, энерготерапевты, люди из различных эзотерических направлений. Ну, сложно, потому что у каждого свое представление. Такая школа красоты у вас получается уже целая. Да, когда проект… Вообще проект помогали развивать несколько мужчин, консультанты. Они говорили, так, поделим курсы на две большие группы. Но потом они жрелись и отошли. Нет, они дали очень хороший совет. Вот, говорит, одни курсы про то, как не выглядеть дурой, а другие про то, как не быть ей. Поэтому делим все на две тематики. И медитация – это про то, как не быть. Как правильно начать тень, чтобы он получился с точки зрения внутреннего настроя, чтобы выглядеть хорошо? Правильно начать его спокойно, и чтобы, если пришла первая мысль не очень хорошая, с ней как-то распрощаться и дать себе позитивный толчок. Вот как хотите. Надо обрадоваться. Что вы там себе придумали? Что поводом для вашей радости послужило? Придумывайте то, что вас радует. Даже если не всегда бывают этичные радости у каждого. Обрадуйтесь. Два эклера. Да, обрадуйте. Скажите, пожалуйста, вот приходят к вам на обучение, на мастер-классы, жаждущие, молодиться, узнать какие-то секреты очень важные. Что по вашему опыту сложнее всего дается нашим женщинам? Вот какая именно практика? Сложнее всего. Или по какому вопросу больше всего вопросов возникает? Сложнее всего умение слушать, потому что иногда люди покупают дорогостоящую консультацию личную, они рассказывают очень много о себе. И не дают сказать эксперту слово. Абсолютно ничего. Поэтому вот этот вот момент научиться учиться, это сложно. Это уже к вопросу, как говорят, смирение начинается с того, чтобы разучиться делать то, что ты умел, и начать слушать. Потому что начинается... Я это читала, это вот оттуда, это отсюда и результат. А почему не делаем, да? Почему не применяем в жизни и не видно результатов? Поэтому вот это вот первый такой камень преткновения, чтобы сосуд все-таки был пустым. Друзья, ну у нас сосуд полон, у нас и беседы интересные, у нас и музыка замечательная. Замечательно. Александр Машел сейчас с песней «Мы вернемся домой», и мы, конечно, с Романовым, с нашей гостью, вернемся в Петербург. И хочется обратиться к женщинам. Помните о том, что у человека неспроста два уха и один рот. Учитесь слушать в жизни и, конечно, на мастер-классах. Алена, возьмите, Рома, к себе в помощники. Обязательно. Спасибо. И как только возвращаемся домой, девочки, сразу же бегом, бегом, бегом за омоложение. Неважно вам, сколько лет. Если молоды, то за укрепление этой молодости. Но, правда, после того, как 25 августа посетите мастер-класс Алены Богатой, наши гости, как раз узнаете, как же, как же можно сохранить свою молодость или вернуть ее обратно. Мы сегодня говорим про семинар «Ведьмина красота». И вот во время звучания песни Алена нам сказала, что ведь дыхание – это тоже очень-очень важная вещь к красоте. Абсолютно. И дыхательной практике вы тоже успеваете уделить внимание во время мастер-класса? Мы предваряем комплекс гимнастики для лица обязательно дыхательными практиками. И девчонки, во-первых, с удивлением обнаруживают, что спустя какое-то время занятий подтягивается пресс, становится тоньше талия. То есть идет тотальное влияние на организм. И, ну, к сожалению, опять же, жизнь такая, постоянная гиподинамия, и с позвоночником у нас у всех беда. Поэтому чаще всего легкие работают только на 30%. И это, на самом деле, настоящая катастрофа для организма. Это еще один из факторов старения очень мощных. Поэтому мы дыхательным практикам уделяем колоссальное внимание, чтобы легкие раскрылись, чтобы качество крови было вообще на 5. Слушайте, Ален, нет ли у вас выездных семинаров в Сосновом Бару где-нибудь? Ну, не в Сосновом Бару, сейчас мы в Крым едем. В сентябре, 7 сентября выездной тур, да, делаем в Крым. Красота какая. Девять дней будет, все будут. И это уже не три часа мастер-класса, это уже более подробное погружение. Будет ли кросс? Конечно. Вокруг Лимана, вокруг Майнакского озера, вот так вот, да. Буддийская ходьба, предполагается. Сколько же вы всего практик умудрились собрать вот в этот семинар, в эту свою теорию? Ну, вообще все шло поэтапно. Вообще, когда начинают давать только именно гимнастику для лица, и иногда добиваются не очень хорошего эффекта, потому что здесь все укрепляется, а периферия, она становится дряблой. Да, я сама это переживала, когда мне сын сказал, мать, хватит качать лицо. Я говорю, что не так? Он говорит, у тебя вот тут все так, а вот здесь не очень. То есть, соответственно, начали работать с проблемной зоной шеи. И вот как в копилочку, как бусики, эти практики нанизывать, нанизывать, и смотришь, где-то там не хватает, там не хватает. Отдельно с гормональной системой, отдельно с шейкой, отдельно с дыханием. То есть, вот это вот все собираем. Ален, скажите, пожалуйста, многие ли доходят до финала? То есть, вот, каков результат по процессу? Некоторые не с первого раза, некоторые несколько курсов проходят, то есть, такие вот есть постоянщики. Но на самом деле, как в любой деятельности, вот есть же масса примеров, когда мы с вами приходим в фитнес-центр, есть группа женщин таких, это возрастные обычно женщины, это мои женщины, да, которые ходят из года в год. Они идут, сначала они посещают билли-дэнс, потом они идут качать пресс, потом они плывут в бассейне, потом ты их смотришь на акваэробике, но они по-прежнему рыхлые, толстые. Что? Они сейчас прильнули к приеме? Они не умеют слушать, они что-то упустили. Иногда это бывает, вот такая вот деталь, которая не хватила, чтобы докрутить, чтобы обычно страдает нейромышечная связь, то есть, мозг не понимает, что делает тело, тело в полноги развлекается само по себе, результата нет. Поэтому вот укрепление нейромышечной связи, умение слушать тело, умение погружаться в него, это неотъемлемая часть. Друзья, обращайтесь к Алене Богатого, он вас заставит, научит слушать, потому что это залог всего. Ну и послушайте, вдруг получится у вас сейчас Николай Носкова, это «Я тебя люблю». Должно получиться, конечно, вы что, такая музыка. Алена Богатого, дорогие друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна ФМ». Мы расспрашиваем Алену, как же стать красивым и, собственно, потом счастливым человеком. Однозначно. Ален, сколько вы в день занимаетесь, ну вот, скажем собой, вот этим омоложением, практиком различным? На себе, на себе все оттачиваете. Ну, если о себе говорить, то вместе с телом, вместе с какими-то серьезными занятиями, потому что, скажем так, я, когда обратилась к этому ко всему, я была в не очень хорошем состоянии, и я иду вниз по весу от 90 килограмм, что, в принципе, для женщины моего возраста, а мне 48, я бабушка, в конце концов, уже, да, у меня двое внуков, это создает определенные трудности, да, и поэтому, конечно, у меня занимает час, это тело, это дыхательные практики, это лицо, осанка и так далее. То есть есть определенный комплекс, и я пошагиваю эту же программу, даю девочкам, ну, как бы, чтобы все было именно таким букетом собрано. Ну, и если как-то попытаться резюмировать или, может быть, коротко еще раз, вот обратить внимание всех на ваш мастер-класс и вообще на проблему эту, на омоложение, что можно сказать про наше тело, про красоту, что все это большая работа? Ну, понятно, что существует великий соблазн, и девчонки очень любят ролики, где в течение одной минуты дается упражнение, как убрать конкретную морщину. Дорогие мои, не верьте. Или мышцу конкретную подкачать? Да, не верьте, в это не бывает отдельно. Животика отдельно, попиных ушей, отдельно брылей. Все в комплексе решается, поэтому работать нужно комплексно, нужно изучать анатомию, нужно изучать себя. Это самый интересный объект в вашей жизни, вы сами, самое дорогое, что у вас есть, поэтому... Сколько надо спать в сутки? Ну, вообще, для девочки 8 часов богиню-то надо как-то... Внутреннюю богиню только украшать, но и давать ей отдыхать. Отдыхать обязательно. И есть часы красоты, и очень многие с гордостью говорят, я сова, ни в коем случае. С 10 вечера до 2 ночи вырабатывается гормон молодости, гормон красоты, поэтому не пропустите эти часы. Алена, что-то про улыбки вы рассказываете женщинам? Обязательно внутренняя улыбка, улыбаться нужно постоянно, должен быть всегда позитивный настрой. Это самое важное в жизни, чтобы все вас радовало, тогда вы наполнены, вы излучаете энергию, это уже само по себе омолаживает и вас, и преображает мир вокруг, создает абсолютно другую атмосферу. Что нам с собой приносить на мастер-класс? Может быть, какие-то фотографии до, может быть, какие-то... Фотографии из школы, да. Блокноты, ручки, диктафоны. Вообще, если хотите посмотреть себя до и себя после, обязательно делаем фотографию профиль. Очень многие, кто себя первый раз видит на фото в профиль, девчонки начинают рыдать, потому что это самый грустный ракурс. Вот. И потом видят, как в течение недели это всё меняется абсолютно. То есть в течение недели можно добиться удлинения шеи, красивой спинки, подтянутого личика и, самое главное, замечательного настроения. Ну и что, вы правда не отправляете никого к медикам делать уколы и пластические операции? Абсолютно нет. Я против того, потому что на самом деле уколы не работают или они работают совершенно в негативном порядке. Те, кто знает анатомию, знают, что на лице есть маленькая особенность. Мышцы одним концом прикреплены к черепу, а другим буквально вплетены в кожу. Это меняет всё. Это позволяет напитывать кожу изнутри. То, что не сделает ни один эликсир молодости, который мы наносим снаружи. Не только красоты, но и счастья, друзья. Мы пожелаем нашим слушательницам, нашим слушателям, зрителям, да, и чтобы всё у вас получалось. Друзья, 25 августа в образовательный центр Сити-класс. Если у вас есть девочки, женщины, такая возможность, отправляйтесь на мастер-класс Алены Богатовой. Ведьмина красота, секреты естественного омоложения за 20 минут в день. Очень интересно, и я уверена, что результаты есть у многих и обязательно будут. Спасибо вам огромное, Алена. Спасибо вам большое. Будем рады видеть вас ещё с какими-то секретами. Ну, может, 25 августа с Ромой пойдём. Рома паричок. Я буду счастлива вас видеть. Спасибо огромное. До встречи. Всего доброго. Спасибо всем. Это с нами был Страна.ФМ. Продолжайте слушать и смотреть. Будьте красивыми и счастливыми. До новых встреч. Пока.